Добрый день, меня зовут Михаил Бладенков. Три года назад я, собственно, принял участие в инвестировании в данную технологию. Я являюсь активным инвестором, партнером. С 2017 года я инвестирую в то, что мы сегодня видим. С проектом я вообще с Дуйновым познакомился в 2016 году, сразу после выпуска знаменитой передачи «Мотор-колесе» Дуйнова. Очень заинтересовался технологией, увидел, что реально есть продукт, уникальный в мире, который никто не может повторить. Я сразу загорелся этой идеей и думаю, о, вот эта штука, наверное, стрельнет, обязательно стрельнет. Меня зовут Денис Пасека, я являюсь партнером и инвестором компании «Соволмаш» с 2018 года. Вживую стройка совершенно по-другому смотрится и ощущаю себя в этом грандиозном событии совсем по-другому, нежели когда смотришь это все на видео. Ну, видно, что активно идет работа, видно профессионализм, все отточено. Мы видим только вершину айсберга, потому что огромное количество работы было проделано до, которое нам невидимо, которое нам и непонятно. Вот, а то, что мы видим, это уже тоже впечатляет. В площадке был Дмитрий Александрович Дуйнов, и я видел его отношение ко всему этому, я видел его скрупулезность. Очень ответственно подходит к каждому рублю, к каждому человеку, да, к каждому рабочему. И это придает уверенность мне. Раньше мы ждали, пока какие-то бумажки получим, согласование, какие-то проблемы возникали, постоянно одно, второе, третье. Вот, а здесь уже все-таки процесс пошел, и он вот идет, и вот на наших глазах он вот растет, растет, растет. Сегодня это впечатляет, это полноценное строительство. Я никогда не присутствовал на строительстве, ну, такого здания промышленного. Действительно есть какая-то дисциплина какая-то, да, то есть все как-то, действительно как-то аккуратно. То есть опалубка там не валяется, да, она сложена аккуратно, то есть все как-то аккуратно. Сейчас мы видим тенденции в мире, которые происходят, они не очень позитивные, повышаются цены, да, там на строительные материалы. Сегодня большое количество строек вообще заморожено, в связи с тем, что у нас пандемия, и произошел резкий скачок на стройку, на строительные материалы, на работы, и многие строительные компании заморозили. Несмотря на все это, как вы видите, мы продолжаем строить, причем очень активно, здесь пять кранов я насчитал, то есть огромное количество народу задействовано. То есть все делается для того, чтобы как можно скорее сдать этот объект, чтобы он заработал и начал приносить всем нам, в том числе, прибыль. Впечатления ваши какие? Впечатления, эмоции переполняют, потому что, ну, видишь, куда идут твои инвестиции, видишь, в какое благое дело ты вносишь инвестиции, поэтому я очень рад участвовать в этом проекте. То есть ожидания, которые изначально закладывались, они все же... То есть здесь они превзошли, когда видишь воочию все то, что здесь происходит. Ну, конечно, они оправданы, иначе бы я не участвовал, я в него верил с самого начала, там, 17-го года, и теперь я верю еще больше, потому что, ну, мы дошли до той точки, когда мы уже это все видим. То есть и тогда было вроде бы мало сомнений, но теперь у меня больше оснований, да, кому-то сказать, что вот оно все будет, все придет, и уже скоро. Все, что случилось за эти три года, вообще никто не мог предсказать, что такое все случится. Но, несмотря на различные трудности, мы видим, что компания успешно справляется с ними, собственно, ведется стройка активно. Это очень радует. Огромная благодарность команде за активную работу. Я очень рад тому, что стройка движется, несмотря на какие-то сложности. Все в работе, все в движении. Спасибо большое. Я был очень рад, когда вот буквально через полгода, оказывается, люди запустили краундинвестинговый проект, где можно каждому из нас поучаствовать и вложиться в действительно такой крутой стартап, в такую технологию, которая, вот я считаю, имеет огромный потенциал в мире и на будущее. И вообще впечатляет, что мы столько времени собирали средства, да, и теперь мы видим уже воочию результат. Инвестиция в инновационные технологии максимально себя оправдывает. Я могу сказать, что время золотое, потому что мы три года назад вкладывались и вообще не знали, во что вкладываются, что получится и так далее. А те, кто сейчас вкладываются, ну, они просто и видят, что будет и что получится, и когда это все будет, уже в принципе понятно. Поэтому все, кто еще не успел, вот, у вас еще какие-то шансы остаются. Не знаю, сколько еще времени будет у вас это, но пока, говорят, еще и шансы есть. Так что успейте в народном, в народном проекте поучаствовать. Тут даже вот строители рассказывают, что они, говорят, более ответственно подходят к процессу, так как это народный проект, и они с пониманием относятся к всему, что делают. Я действительно вижу, я вдохновляюсь тем, что на что способны партнеры, люди, если сплотятся и начнут действовать сообща.